всем привет с вами мария и как-то задавали мне вопрос о том каким образом воздушные корни ведут себя в субстрате на то есть если мы их начинаем сажать я на тот момент сказала что я точно не могу сказать и начали мы эксперимент наглядный потому что теория меня не устраивает которая не подтверждена опытом и я все показываю рассказываю на своем опыте значит смотрите было мне вот такая реанимашка которую мне подарили подарили зимой она была в очень плохом состоянии с залитыми корнями подмороженными и я что с ней сделала вот тоже такая интересная тема то есть два варианта существуют либо не трогать ее до совершенно и посмотреть что с ней будет либо вытащить из грунта убрать все эти гнилые корни как многие делают и начать наращивать по-новому значит корневую систему этой орхидеи из своего опыта я вам могу точно сказать что те орхидеи которые подмороженном состоянии с такими погнившими корнями были у меня и когда я их пересаживала значит они у меня процентов 99 погибали либо развивались очень-очень медленно наращивали маленькие кочерушки они корни потом они когда сажаешь в грунт тоже два варианта либо погибали либо нет и всего лишь там один процент из 100 таких орхидеи выживали все остальные сожалению уходили в орхарай значит признаки того что орхидея попадет скорее всего в орхарай когда начинают терять тургор нижние листики то есть они начинают становиться такими вялыми опускать свои ушки потом постепенно ожелтеть то есть орхидея сама себя начинает уничтожать съедать и после этого естественно у нее очень мало сил на то чтобы дальше развиваться что второй вариант как я вам сказала что это вот то что я проделала с этой орхидеи я ее оставила в покое стала наблюдать что с ней будет в каком плане я очень часто в своих магазинах цветочных обращаю внимание что вот такие вот орхидеи с подгнившими корнями с такими страшными коричневыми и водянистыми стоят очень долго и тургор у листьев не теряется на протяжении нескольких месяцев стоят они там где-то далеко в уголке в этом магазине и ничего с ними не происходит на протяжении но уж очень долго во времени их никто не покупает они стоят дожидаются какой-то своей участи но при этом у них листья стоят как солдатики в то время когда я свои орхидеи пересаживаю предоставляем лучший грунт как мне кажется и лучшее условие они у меня вдруг начинают помирать медленно то есть опускать свои листья сжирать себя и потихоньку уходить в орхарай так я и сделала с этой орхидеи то есть я ее оставила в покое скорее всего у этих орхидей есть хотя бы один или два корня которые питают эту орхидею в том субстрате в котором она находится то есть мы приводим в норму полив несмотря на то что в этом субстрате есть этих гнилые корешки мы тоже не трогаем почему и их не трогать нужно потому что несмотря на то что они гнилые как нам кажется они могут довольно долгое время все равно оставаться рабочими этот мешочек который остается между а внутренним стержнем вот этим вот веламином он все равно каким-то образом значит служит как бы защита этому корню да и довольно долго этот корень все равно помогает орхидеи получать влагу как только мы пересадили мы убрали вот этот вот веламин от гниши и думаем все хорошо будет с орхидеей но мы тем самым лишаем ее вот этой возможности потреблять воду что произошло с моей орхидеей где-то через полгода можно так сказать может быть чуть побольше то есть не зимой подарили и весной или летом я ее пересадила вместе с вами на ваших глазах я постараюсь найти это видео и вставить значит в правый верхний угол либо в описании либо в комментариях в общем куда я вставлю обязательно потому что информация довольно важная и вы посмотрите что там был буквально один по моему корешок который работал но при этом орхидея у меня не опустила ушки посмотрите каким образом она сейчас выглядит конечно у нее много отеков потому что она не получала полноценно воды долгое время когда я ее пересадила уже с воздушными корнями которые она нарастила за эти полгода она начала видимо усиленно пить и вот это вот разница между тем что она получала и потом полная да вот это вот включение корней в то чтобы питать орхидея приводила к отекам как выглядят отек чтобы не пугались сейчас я вам покажу что это такое значит вот такие вот могут быть отеки сейчас внутренней стороны вам покажу вот это вот тоже отек листика они могут быть разные по разному выглядеть здесь вот этот понимаю где я замазала максимом тоже были отеки в том видео посмотрите как они выглядели такие как полупрозрачные два кругленькие пятна и в середине такой вот более уплотненное пятнышко но смысл в том что это орхидея уже не попадет в орха рай более того она пыталась выпасть вы выдать цветоносная выдала но не процвела естественно что она опустила все силы на наращивание корневой системы и я вам хочу показать как выглядят эти корешки воздушные то есть за это время пока она жила в том субстрате она при спокойно нарастила воздушные корни которые я потом отправила в субстрат и вот смотрите опытным путем уже точно могу сказать что эти корни не сгнивают в субстрате при правильном поливе то есть вы их первое время просто не часто поливайте до потихонечку ведь орхидея и без них каким-то образом питалась и эти корни все-таки были в воздухе воздушном пространстве то есть когда они в воздухе не такие вот серебристые у нас растут и они не погибают если же мы им дадим больше воды чем они могут растратить на то чтобы напоить листья естественно у них там начинается такой процесс они как будто бы в болоте находятся их постепенно постепенно начинают отгнивать отсюда мы делаем вывод такой что значит процент того что орхидея после пересадки в новый грунт будет погибать скорее всего да то есть конечно есть какой-то процент там один на миллион грубо говоря что орхидея оклемается но в основной части хотя мы блогеры и показываем успешную реанимацию но вообще-таки такие плохие случаи не все показывают да то есть поначалу когда мы начинаем заниматься такими реанимашками я прям специально их покупала осмотрела разницу и после того я уже получила опыт такой уже спокойно могу вам советовать что можно делать конечно никто вам не даст стопроцентной стопроцентной гарантии что орхидея выживет она бывает просто заболела и уже там хоть что делай с ним хоть как поливай правильно неправильно вы естественно ее не выходите при болезни на какой-то но если орхидея здоровая они очень выносливые очень выносливые крайне выносливые и и стремление к жизни конечно просто поражает а и и и Субтитры подогнал «Симон»